Один военный ранен в зоне АТО. С начала суток боевики не прекращают обстрелы на Донецком и Приморском направлениях. Бьют из минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов возле Песок и на окраинах Авдеевки. В районе Донецкого аэропорта армейцев атакуют снайперы. Все подробности знает Руслан Смещук. Огромные воронки на дорогах, блиндажи боевиков в посадках. Армейские позиции рядом с руинами Донецкого аэропорта. Противника тут можно увидеть, что называется, невооруженным глазом. Ближайшее 260 метров. То есть это, если я правильно понимаю, дистанция эффективного автоматного аэропорта? Очень эффективного, при умении. Пробуют подлазить. Когда был туман, лазили. Почти каждый день бойцы слышат, как на той стороне заводят бронетехнику и подвозят боеприпасы. Что это за техника? Да, гусеничная или грузовая. В основном слышно, когда ротация у них. Недавно прошла подобная ротация, рассказывает боец с позывным апостол. Говорит, армейцы по изменению характера в обстрелах сразу поняли, противник серьезный. Каждый вечер идут такие обстрелы незначные, с крупнокалиберной оружией. Работают в основном они с ДШК. Сейчас сюда видно, что заехали спецпризначенцы. Ведут более такой огонь, целонаправленный, профессионально действуют. Вражеская пехота опасается подходить близко. Это связано с эффективным противодействием со стороны украинских военных. Поэтому боевики сейчас активно используют снайперов. Те делают несколько выстрелов и быстро отходят. Активность есть и она и будет. И я даже могу сказать с гордостью, потому что они боятся. И здесь больше снайперов, чем стрелков и всего остального. Сейчас на Донбассе дожди, везде распутится и грязь. Поэтому диверсионные группы боевиков меньше досаждают военным. По крайней мере на этом участке фронта. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер.